Всем привет, вы на канале Необъяснимая, сегодня покажу вам необъяснимые видео, которые вы должны посмотреть. Ну что ж, друзья, погнали! Некоторые говорят, что дети более чувствительны к духовному миру, чем взрослые. А следующее видео, которое, возможно, показывает нам паранормальное восприятие детей, выложил пользователь ТикТок. Судя из описания видео, запись сделана с домашней камерой видеонаблюдения. Камера находится в спальне тройняшек, которые только что проснулись. И вместо того, чтобы быть в хорошем настроении, ведь они хорошо поспали и готовы снова играть, эти девчушки кажутся сердитыми и напуганными. Мы видим, что тройняшки вместе стоят вне своих кроватей и кричат на невидимую фигуру. Они говорят что-то вроде «я злюсь на тебя». Глядя на пустую стену, они кричат пронзительным и гневным тоном. Что делает эти кадры еще более устрашающим, то что дети все вместе показывают в определенное место в комнате, но там ничего нет. В видео каждая девочка несколько раз указывает в сторону самой дальней от камеры стены. Но я не могу понять, на что именно они указывают, потому как там ничего нет. Они рассказывают своему таинственному посетителю, что он им больше не нравится. И мы предполагаем, что эта невидимая фигура не первый раз наносит им визит. Итак, что же может быть причиной криков этих маленьких девочек? Может ли это быть результатом гиперактивного воображения или какой-то игры? Некоторые считают, что это просто игра, но некоторые уверены, что это правда, ведь в голосах детей настоящий страх. Но если к детям приходил дух, кажется, их отношения немножко накалились. Уже многие жители не могут представить свои дома без камер безопасности. И исходя из этого, интернет наводнили необъяснимые видео с этих самых камер. В этой видеозаписи с камеры наблюдения мы видим что-то действительно загадочное. И жители одного из многоквартирного дома очень обеспокоены. На видео с камерой мы видим чёрно-белое изображение проезда в жилом комплексе. В тусклом свете не так много видно, но кое-что мы можем рассмотреть. Присмотритесь внимательно, и вы заметите загадочную фигуру. В темноте в конце прохода кажется, что-то движется, и моё ощущение, что это существо. Конечно, невозможно различить чёткие черты загадочной фигуры, потому как очень темно. Сначала люди подумали, что это обычный человек движется в темноте. Однако концовка отснятого материала быстро развеивает эту теорию. Проведя несколько секунд на земле, фигура внезапно прыгает вверх, и мгновенно исчезает в темноте. Так что же это могла быть за летающая фигура? Похоже, что это примерно размер и форма человека, но стоит оно, по-моему, на четвереньках, лишь иногда приподнимаясь. Также существо очень велико, чтобы быть каким-то летающим животным. Некоторые уверены, что на кадрах привидения. Но большинство людей считают, что это какое-то существо, и оно может нести опасность для жителей дома. Хочу знать ваше мнение, пишите в комментариях. Друг пользователя Reddit Wonder Woman 1078 сделал очень страшную фотографию. Прямо за его сыном проявилось нечто очень жуткое, чего там не было. Пользователи Reddit на 100% согласны, что это изображение запечатлило что-то паранормальное. На фото мальчик стоит перед выездкой большой буквы О. Но сразу за мальчиком находится что-то очень странное и страшное. При ближайшем рассмотрении мы можем видеть, что фигура очень широко раскрыла глаза и выглядит довольно жутко, почти как Рейк. Поскольку эта фигура не выглядит как нормальный человек, это фото нельзя объяснить. Поэтому это не может быть третий человек на заднем фоне. Более того, его глаза и форма лица определенно не выглядят нормально. Что же это может быть? Неисправность или реальный Рейк, пойманный на камеру? А может быть это какое-то другое существо? И если это так, то мальчику угрожала опасность. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, действительно ли автору удалось запечатлеть настоящего Рейка? Подпишитесь на канал и нажмите на колокол, чтобы не пропускать крутых видосов. Лунатизм может быть ужасающим явлением. Однако, когда Лунатик начинает демонстрировать причудливое поведение, выходящее за рамки нормы, то свидетели начинают задаваться вопросом, а возможно, что происходит что-то более паранормальное? А следующие кадры с камеры видеонаблюдения удалось заснять сожителю самого Лунатика. Мы видим, как девушка вылезает из постели и начинает делать какие-то странные вещи. Она пробивает стену кулаком, зажигает спичку, открывает дверцы холодильника и бросает еду на пол. Этот тип поведения не совсем из области обычного лунатизма. Однако, все становится еще страшнее, когда она берет и ставит бокал. Затем она идет к лестнице и камера показывает, как девушка начинает заползать по ступенькам, при этом неестественно размахивая конечностями. На следующий день ребята обнаружили, что она оставила царапины. На втором этаже она откусывает рулон туалетной бумаги, пока в этот момент позади происходит нечто необъяснимое. Как вы можете видеть, ковер сам по себе начинает скользить по полу. Далее следует еще одна паранормальная активность. Мы видим, как лампа сзади начинает мигать. Двери открываются сами по себе, а картины начинают падать со стены. Когда она входит, все становится по-настоящему ужасающим. Она подходит к девушке в ее комнате и приближается к ней, когда она спит. Она часами стоит рядом с ней, глядя на нее спящую. В конце концов, она протягивает руку и прикасается к подруге, пугая девушку. Затем девушка будет лунатикой и ведет ее обратно в комнату. Хотя некоторые моменты в поведении можно объяснить обычным лунатизмом. Другие объяснить намного труднее. Некоторые считают, что девушка находится под воздействием демона. Мне кажется, что ее нужно лечить, а ее подруге желательно съехать. Однако скептики посчитали, что это розыгрыш. Они указали на удобное расположение камер. И временами кажется, что некоторые моменты преувеличены, и девушка переигрывает. В кадре также виднеется монтаж накладки в камере безопасности. Так что вы думаете, это простой лунатизм? Одержимость с демонами или пранк? Пишите в комментариях свои мысли, очень интересно. Некоторые кадры, например, такие, как это видео, опубликованное на YouTube у Анкет Рокки, завораживают своей простотой. Запись была сделана на камеру НЕСТ, очень доступная демократичная камера домашней безопасности. Камера размещена снаружи дома, и мы можем видеть двор и улицу. Обычно наружные камеры наблюдения запускаются движением. Когда что-то начинает двигаться в пределах досягаемости камеры, через несколько секунд в кадре становится понятным, почему эта камера начала запись. Как вы можете видеть, яркий светящийся шар начинает лететь по воздуху. Он движется случайным образом и снижает вероятность того, что это может быть вызвано простым засветом. Часто считается, что духи, записанные на видео, могут принимать форму шаров. Круглые шары света, которые движутся по воздуху. По мнению паранормальных экспертов, это самая простая форма, которую может принять дух. Это требует гораздо меньше энергии, чем физическое проявление. Некоторые, кто видел это видео, считают, что камера захватила настоящий призрачный шар в действии. Однако скептики сказали, что это может быть простой светлячок, летящий в ночном небе. А также, возможно, что это дрон с прикрепленным фонарем. Однако обратить внимание, что шар отражается от асфальта, что исключает ошибку на объективе или фаре автомобиля. Это очень любопытное видео, но я оставлю это все на ваше усмотрение. Пишите свои мысли, давайте разбираться. Друзья, на этом все на сегодня. С вами был Дмитрий Зайцев, канал Необъяснимое. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Всего вам доброго.